итак у меня сегодня кулинарный эксперимент я смотрю свое любимое шоу по телевизору и у меня есть 10-15 минут во время поэтому я постараюсь рекламную паузу использовать максимально полезно и за это время я сделаю заготовку для домашнего пирога для этого мне понадобится яблоко для начинки яйцо пару столовых ложек жидкого молота изюмик урока любые орехи в данном случае это грецкие орехи ну и конечно благодаря чему я смогу очень быстро приготовить пирог во время рекламной паузы это уже готовый слоеный корж вернее не корж а слоеное тесто одна штучка ну и чего я начну приготовление моей плетенки из слоеного теста мне нужно очистить от кожуры яблоко я чистила разрезаю на пополам и достаю косточки и перегородки и теперь половинки яблочки готовы так самое важное чтобы я все успела время я должна поставить разогреваться духовку до температуры 200 градусов и конечно же мне нужно залить для напухания совсем ненадолго курагу с изюмом горячей но не кипящей водой вот теперь я беру один пласт слоеного теста предварительно я его достала из холодильника и дала ему растаять чтобы она была мягкая основа плетенка готова это прямоугольник теперь я центр этого прямоугольника где-то одна треть яблоко нужно добавить орехи и нужно добавить размягченное сахару орехи я буду измельчать измельченные орехи не очень мелко я высыпаю к нашим яблочкам и теперь сюда нужно добавить сухофрукты я сливаю а вот курагу мне нужно будет порезать на несколько частей чтобы она была размером приблизительно такая теперь самое время для аромата немножечко добавить корицы корица очень хорошо сочетается с яблоками все слоем и теперь сахар я не добавляю наша плетенка будут не только вкусная домашняя но и полезная вместо сахара я добавляю мед но конечно же и сладости будут придавать и сухофрукты а мед еще придаст особый аромат таким вот образом и теперь в оставшийся мед мне нужно будет плетенку смазать еще сверху я добавлю желток белок мне нужен для других целей сейчас я покажу зачем а вот желток я добавляю я перемешиваю желток я взбила один желток и примерно столовая ложка меда а вот белок одного яйца взбивать не нужно он для связки тесто будет работать поэтому я и тщательно промазываю края тесто он можно даже и после этого мне нужно нарезать тесто таким образом чтобы разрез доходил до самой начинки и ширина полосочек вот это полтора сантиметра можно уже точно так же не страшно если полоски будут не абсолютно одинаковой ширины ну и теперь страшный момент мы собственно из теста и с начинки делаем плетенку мы берем края сначала две полосочки и вот так вот перекрещиваем между собой следующие две полосочки опять перекрещиваем между собой и так проходим до самого конца формируя нашу плетенку вот такой получается ажур у меня две последние остались я думаю нужно их немножечко отвернуть вот ну можно даже отрезать и посмотреть где получилось вот такая ситуация где тесто даже две отрежу где тесто просвечивает больше всего то по возможно сделать еще пока все сырое мы можем формировать нашу плетенку чтобы по возможности меньше выглядывало особенно по краям я вот так подверну по краям потому что может потом выделяться сок из яглока и вытекать форму вот таким образом мы заплели и теперь чтобы в готовом виде плетенка имела такой аппетитный румяный цвет мы смесью желтка и меда смазываем тщательно промазываем даже там где у нас и потом перекладем нашу плетенку форму для запилка я формирую ее таким образом чтобы она у меня поместилась в форму потому что она была чуть длиннее поэтому пришлось ее так немножечко сжать форму я выложила промасленной пергаментной бумагой и теперь постараюсь переложить сюда поправим еще и отправляем в духовку минут на 25-30 и встретимся в следующей рекламе так прошло 25 минут я немножко отдохнула до телевизора а в это время пирог остался достаю перекладываем тарелку тарелку и сервируем тарелку и сервируем сообразим что-то похожее на листики украшать будет яблоко тем более логично что у нас яблоки есть нитрин и 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 до готовую клинку сверху можно присыпать соединенные листики веточкой и шоколадного топинга можно сверху присыпать сахарной пудрой поскольку я заявила что сегодня в этом пироге нет там есть только мед поэтому сахарной пудры тоже не будет. А вот чтобы сделать чуть-чуть ярче нашу композицию, я прямо сюда немножко натру лимонной целью. Совсем чуть-чуть. Больше даже для аромата, чем для вкуса или красоты. И вот, я бы не сказала пирог 5-ти минутка, но пирог 15-ти минутка во время рекламной паузы готов. Плетенка из слоеного теста с яблоком, орехом и медом. Готовьте, угощайтесь. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok